вот смотри давай тогда перейдем карте что у нас происходит на фронте чтобы мы попытались увидеть а что есть фоном этого всего то есть стреляют они стреляют делают такие суровые рожи а на самом-то деле в общем ситуация то я бы сказал не карамелька у них совсем не карамелька и карамелька сегодня видео кстати замелькали мобики возле сватого да вот я видел это видео что-то по нему поводу скажешь нефиг нет они там давно мы это знаем они там больше недели уже . часть убитая они воюют или они просто сидят что они часть воюют да вот самое интересное под бахматом происходит с этой точки зрения ну вот как вы видите о карте deep state к про который злые языки говорят что она самая точная не знаю комментирую карту ничего официально ничего официально не сообщает мы поняли наши войска уже очень близко к городу герою это сватого вот как бы и вот такая история как раз и близко близко здесь что случится и дороге еще случится от сватого такая ровная линия-то оборона-то и наступление ровно такая равномерненькая я бы сказал помните еще несколько дней назад была большая проблема там к плацдармом на правом берегу реки на левом берегу без киевских дорогцов через боровой а теперь там все аккуратненько соединено на рисунке так такой плацдарм солидный есть прям где развернуться деманеврировать это непосредственно образом сказывается на судьбе города героя слова обогани вот российские войска предпринимают попытки там героически пытаются контратаковать даже в каких местах каких пора не сватого там в районе сватого не будем говорить даже поскольку штаб официально не сообщал они значит там даже собирались какой-то могучий контрудар нанести но ничего-то не не заладилось там потому же часть из них перед непосредственно перед контрударом получил что сделала вообще начать такие вещи происходят там иногда случается спишь вот эта ночь в казарме где-то тихо уверены что родина слышит родина знает а тут бах и и марс на голову и умер что ты будешь делать но вот смотри под сватовым погибают мобики или нет да уже да они в сватого погибают и под сватого погибают прилетает от прилетов но на передовой они есть вообще вот они стреляют они стреляют они стреляют они даже пытаются контратаковать там героическим там костяк кадровые или барс да понятно но тем не менее армии лнр там юридически но большинство там кстати войск там российской федерации ну квадровая это что называется и они эти кадровые по полным демобилизованы мобилизованные с полным правом ходят предпринимать все акции и действия которые занимаются кадровой части на наравне героически погибают из кадра понимаешь почему это важно потому что первые погибшие именно мобилизованные мы хотим увидеть последствия этого домой россии потому что предупреждали долго а вот они все думают что это какой-то развлекуха и не никакой уже во всю боевых действиях они правда на этом отдельном направлении там понятно что и погибшие не тысячи десятки на 1 уже есть поэтому посмотрим а это перехват и еще дают дополнительную информацию вся система разведки дает перехват другие приемы и способ но погоди вот на этом видео они просто сидят это светит физиями но это не сами себе сняли просто вот они мы тут но вот кому они что-то выкладывали никуда девайка просто на память это женам пересылали где-то попало там как товарищи товарищи выложили может телефона взяли какого-то там захваченного такое тоже бывает как это конкретно видео попало не суть важно ну вот смотри а вот по первым этим сведений можно судить что пополнение мобилизованными она хоть что-то дает существенно не дает не только масса есть фактически наступает какой-нибудь батальон там не в 50 человек как он был перед этим а там в целых 200 или 250 ну учитывая их боевые качества очень быстро украинская артиллерия ставится на место такое не ну потому что по этому поводу идет дискуссия ну вот вот сейчас вот сейчас да я слышал все эти утешительные там разговоры что они сейчас после первого боя как научиться очень быстро накапывается накапливается опыт часа не станут профессионалами за два-три месяца а есть у них эти два-три месяца такой вопрос я да может из 200 человек 15 живых останутся и может где-то даже где-то подучиться конкретно профессионалам даже на войне не станешь за два-три месяца это очень долго и даже на такой войне я замечу на такой 50 на 50 не просто на 50 да нет если была какая позиционная там еще чего-то тут пострелял там побегал тут тебе показали вот смотри как и становится профессионал профессионализм это полная выучка плюс абсолютно качестве плюс еще черты характера и набор ценностей человек например с полной выучкой но не имеющий соответствующих ценностей профессионального солдата или гцера не профессионал таких много у нас например хотя и с полной выучкой поди поищи вот тут даже я бы сказал даже важно системе ценности отношения к жизни профессии нежели профессиональные навыки больше профессиональной добывается поэтому надо очень четко различать военных и побывавших это очень разные вещи бывавшие может даже что-то там что-то конкретно знать лучше чем военный у всякая бывает на гс работал 9 месяцев понят нашего хорошего не конечно но столне полноценным перспорт все в военным согласно системы ценности есть очень большой вопрос а в таких войнах побеждают профессиональные военный Никакая масса ничего не сделает. Как и в любых войнах. Поэтому они не успеют просто изменить систему ценностей. Чего советский солдат два года торчал в армии? Два года это срок. Вполне хватало его обучить за один год. Потому что период зимнего обучения, период летнего обучения. Но солдат меняет систему ценностей, более-менее становится солдатом. Динамика системы ценностей у человека два-три года. Как раз за два года. Так что большинство из них задуматься не успеет о том, что такое военный профессионализм. Не то, что что-то где-то приобрести. Любой опыт очень специфический. Поэтому военных всегда спрашивают. Генерал, например, имел ли опыт оборонной операции? А имел ли опыт наступления? А имел ли опыт форсирования? А имел ли такой опыт? Потому что каждый опыт специфический. И как ни обучая, опыт это сверценная вещь. А специально его не засунешь в какое-то лидерanın действий. Потому что ты его не закажешь в магазине и на полигоне не сыграешь. Тут или практический опыт есть, или практического опыта нет. Так вот они даже, если получат опыт, он будет очень узкоспецифическим. В данных конкретных условиях, под конкретным Сватово, на конкретной местности делать такие действия. Перебросив на другую местность, они уже плывут. А здесь может помочь только профессиональное обучение и формирование профессиональной системы ценностей. То есть, обучение плюс воспитание. У них нет времени ни на то, ни на другое. Ну, это да. Но вот смотри, район Лисичанской, Северодонецк. Как там складывается? Ну, там примерно та же история. Они пытаются что-то отбивать, а наши пинают и запинывают обратно. Это же единый замысел. От спорного до, грубо говоря, до Купинской логика одна. Тут другая логика под Бахмутом. Давай, давай. Вот мы Бахмутом. Тогда перебросили товарищи из ЗК. Уголовник? ЗК про Таллина Танка. В натуре? Да. И вот они там в каких-то сумасшедших количествах. А поскольку все это буквально прут по телам. Уж не знаю, как их мотивировали. Что им обещали, но они прут вперед. А нашим ребятам там сложновато, потому что там сверхконцентрация артиллерии. Это единственное место, где она сконцентрирована. И, конечно, она дает жизни. Там нашим реально тяжело. И вот сочетание этих зерграшей ЗК, вагонских таких, шестой штурмовый отряд, еще какой-то там штурмовый отряд. И артиллерии. Ну, понятно, что проблема не в ЗК, а проблема в артиллерии. Они разносят нашу позицию, наши отходят. С потерями, естественно. Но потом эти товарищи идут вперед, наши выбивают их снова, возвращают позицию с кровавыми боями. Как бы, да, и сложная история. Поэтому там непросто под бахнут. Сейчас, мягко говоря, непросто. Из-за прибытия вот этого большого количества товарищей. Ну, а что такое большое количество? Это сколько? Тысяча, две, сколько? Тысяча. Тысяча? Тысячи, да. Несколько тысяч. Несколько тысяч уголовников. Ну, интересно, интересно. Ну, посмотрим. То есть, это все ЧВК, так? Ну, это Вагна. Те, которые набрали по колониям. Просто лишение свободы, да. Ну, а можно судить? Привожинский призыв. Да, я понимаю. Как они воюют? Как они воюют? Да прут вперед просто и все. И все. Там обычно так. Там на... Ну, это один плен и дал показания, что у них там сформированы два батальона. Это, грубо говоря, две роты усиленные. Впереди шли профессиональные разведчики российские. Иландаревские, 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 в кавычках, иландаревские. Они там тарили путь. А за ними шло там по 45, по 50, по 60 человек вот этих товарищей. Ну, пытались воспользоваться результатами огневых ударов. Заходить на уже разрушенные. Ну, нарвались на наших. Мы терпели крушение планов. И вот он попал в плен. Ну, пойдем дальше? Пойдем дальше, да. Смотрим у нас что там. У нас как бы район... Донецка. Донецка, район, да. Горловки, да. Это... Там веселая долина Зайцев. То, что южнее Бахмута там. И вот справа от Бахмута взяли перекресток. Видите, М-03. Да. Судя по карте. Опять же скажу. Это неприятная история. Потому что за этот перекресток долго шли бои. Наши постепенно отступали под давлением. Но там чисто артиллерия. Ничего наземного искатывания. Никакие подвиги не показывают. Там просто локальное превосходство по артиллерии. И разница разительная между правым и левым флангом. То есть у них справа-слева кардинально не хватает артиллерии. А здесь поставлена задача. И вот они ее сконцентрировали. Ну, так тоже долго не продлиться. Сразу скажу. Поэтому... Но пока там просто. Не просто. А вот теперь смотрим там до... Значит, Орловка, Донецк. А вот они пытаются двигаться, мы видим, на традиционных местах. От Трольцкого на Нью-Йорк. На Веселое. Но это все без особого продвижения. Потому что... Ну, потому что там специфические районы обороны. Специфическая местность. И вот эти зарграши людские с убиением о нашей позиции. Они тоже очень дурно заканчиваются для наступающих. Теперь Пески. Они решили трошки двинуться вперед. От Песков на Первомайское. Но предприняли ряд штурмовых атакующих действий. Не пошло. У них не пойдет, думаю. Под Маренькой тоже пытались двигаться. Ничего. Запорожское относительно спокойно. Если помнить про город Запорожье, по которому... Как бы, да. Опять же, идем в Херсонское. На Херсонском злые российские языки. Говорят, вы там пока радуетесь ударом. И у нас тут проблемы на земле возникли. Говорят, эти злые языки. Наши не объявляли, где эти проблемы. Поэтому я тоже не скажу. Но российская сторона сказала, что у нас проблемы. Ну, это прямо на Херсон? Или вот там... Прямо на Херсон? На Плацдарной. Если внимательно посмотреть, где оно там серенького добавилось, то примерно понятно. Такое есть. Такое очень выпуклое место. Посмотрите. Ну, а вот продвижение в сторону Новой Каховки. Оно остановилось? Что происходит там? Не буду говорить, потому что Гештаб не докладывал. Наши когда доложат, мы сможем это повторить. Но мы же понимаем, чем это кончится все равно. Нагадывались. Сегодня нет, завтра, послезавтра да. Или в какие-то другие дни. Поэтому я бы не видел. Все с ними будет хорошо на Херсонском направлении. Хорошо как у них. Они станут хорошими и вежливыми там очень скоро. Насколько скоро до холодов? Ну, я думаю, разумно сроки. Ну, я думаю, разумно сроки. Спасибо. Спасибо.